Здравствуйте, Александр Иванович! Добрый день! В прошлом году вам исполнилось 22 года. Скажите, за эти годы насколько вы стали востребованы? Как вы можете оценить работу вообще всей сети? Я бы сказал, что мы востребованы. Телевидение смотреть продолжает, и интерес есть. Особенно в период, когда мы в рамках реализации программы телевидения перешли на цифру. В этой связи хочу сказать, что 99,8% телезрителей в республике могут смотреть наши каналы. Как раз вот к тому, что вы говорите. Как вы оцениваете процесс цифровизации? Насколько успешно и своевременно вы эту работу выполнили? Вы знаете, вот отмечают в республиках Северного Кавказа интерес, интерес телезрителей, вот именно той информации, которая им поступает. Поэтому РТС осматривает эту ситуацию в рамках тех требований. Мы должны обеспечить зрителя актуальной информацией. И в этой связи хочется сказать, что в рамках федеральной целевой программы мы построили значительное количество объектов на территории. И повторюсь, что охват 99,8% и нас смотрят все. 39 объектов в рамках строительства у нас были построены совсем с нуля. И открыт в 2012 году был первый мультиплекс, стали смотреть зрители. Позже, в 2014 году, второй мультиплекс. Что хотелось бы отметить? Отметить ту реакцию зрителей, когда они начинают видеть центральное телевидение. Помните, аналог там был очень сложно. Ну и, в общем-то, конечно, это праздник для людей был. Мы это наблюдали. Но с переходом на цифру стала работа более актуальна. Качество повысилось. Цифра, конечно, отличается. Я единственное хотел сказать, что достижения очень серьезные, но мы не могли их провести без участия руководства, руководителей республики, без участия административных объединений. Потому что строить на новом месте 39 объектов для решения задач полного охвата было очень сложно. Нам шли навстречу, создали условия. И без участия главы республики, без участия правительства, администрации мы бы это не сделали. Зато сейчас есть возможность донести ту информацию, которая идет, до зрителя. Более того, вторым праздником для нас был вопрос регионализации. Республика многонациональная. И очень здорово, что была возможность, так сказать, подключить местные каналы. И зрители видели местные новости. Учитывая, что они сейчас в данный момент идут на пяти языках, действительно в республике решена задача того, чтобы люди видели новости республиканские, которые очень ждали. На 100% охваченность республики, да? Ну, 99,8%. Напомните нашим зрителям дату подписания соглашения о сотрудничестве. И сколько объектов цифрового эфирного телерадиовещания создано? Мы работаем с республикой в рамках совместного соглашения, которое было утверждено 16 ноября 2016 года. Утвердил глава республики и генеральный директор ТРС. Вопросы там все, так сказать, пролонгированы. И у нас взаимодействие происходит, не останавливается, так сказать, в хорошем качестве. С точки зрения строительства сети, которая осуществлялась в республике, хочу отметить, что 45 объектов участвуют в трансляции телерадиосигнала, но 39 объектов нам пришлось сделать, и с удовольствием это делали, возвели на пустом месте, на практически новые объекты, которые в республике были введены. Республика представила нам условия, энергетику для трансляции сигналов. Без участия правительства, без участия главы мы бы не смогли эту работу построить. Когда был осуществлен первый запуск тестовой трансляции первого мультиплекта? В 12-м году, 12 марта, мы начали транслировать первый мультиплекс, 10 каналов. Это вот событие, с которого началось, так сказать, развитие телевидения на территории республики. А открытие когда осуществили? Ну, в 2014-м второй мультиплекс, в 2015-м году мы закончили и полностью приняли цифровое эфирное телевизорчание в республике в полном объеме. Процесс цифровизации прошел. А вот сейчас какую работу выполняют ваши сотрудники? Самая главная задача – это обеспечить бесперебойное эфирное вещание. Это задача, которая решается подразделениями, фериалами РТРС в полном объеме. У нас жесткие условия к устранению недостатков. Я хочу сказать, что республики обеспечиваются в полном объеме. Несмотря на то, что 80% объектов РТРС находится, РТПЦ республики находится в горах, и сложности мы понимаем, какие перерывы вещания практически бывают крайне редко. Может ли РТРС конкурировать с крупными кабельными и спутниковыми каналами? И вообще нужно ли это делать? Нужна ли конкуренция? Ну да, вы знаете, самое главное, зритель должен получить максимально ту информацию, которая есть в республике и в стране. Я хочу отметить, что мы не конкурируем, а взаимодействуем. Это касается и размещения операторов сотовой связи на наших объектах. Но самое-то главное, что операторы транслируют информацию, которую получают в РТРС. То есть имеется доступ к нашим материалам, и трансляция осуществляется уже в тех видах, которые существуют у провайдера. Мы не конкуренты, мы сотрудничаем. Но хочется отметить, что телевизионное вещание бесплатное. Каждый гражданин может получить его, не применяя, так сказать, оплату и прочее. В этом серьезное отличие. Ну и, конечно, объем, который у нас в рамках двух мультиклей совещается, он позволяет действительно получать информацию для оценки и политической ситуации, и в рамках интереса, который есть у каждого телезрителя. Александр Иванович, расскажите о регионализации БГТРК. БГТРК «Карачаево-Черкесия» подключена в 2017 году. Жители республики стали получать информацию вашего предприятия. На пяти языках идет трансляция по настоящему времени. Здорово, что зрители стали получать новости республиканские. Отражается жизнь в республике. Это замечательное событие. 15 апреля 2019 года мы полностью отключили аналоговое вещание в республике. Вещание в республике проходит в цифровом формате. Качество улучшилось, восприятие улучшилось, звук стал лучше. Целью того, чтобы более качественно шло вещание, в республике, вы это видели, построены новые башни. 150 метров. Впервые на Северном Кавказе в рамках развития сети была построена такая вышка. И более того, хочу добавить, что мы сделали подсветку. Есть возможность отражать на нашей башне события республиканские, праздники. И во время включения зрители видели эту ситуацию. Можно использовать и дальше для популяризации каких-то вопросов, которые возникают у нас в процессе развития. Александр Иванович, скажите, пожалуйста, чем может гордиться Ваше предприятие? Мы гордимся нашими работниками. В сложнейших республиканских горных условиях работают наши электрики, монтажники. Работают антеннчики-мечтовики. И мы гордимся тем, что телевидение работает безотказно, без перерывов. И наши телезрители получают максимальный объем информации. Поздравляем Вас с 30-летием работы, замечательные события. В свою очередь мы примем все необходимые меры к тому, чтобы вещание шло безаварийно, без остановки и эффективно. Александр Иванович, с большим удовольствием Вас послушала. Было много интересного, узнала. Желаю Вам плодотворной работы и реализации всех планов. Спасибо. Вам успехов. Спасибо.